Наверное, каждый из нас мечтал, чтобы к нему прилетела сова с письмом в клюве, которая даст возможность попасть в школу магии. Для многих это покажется сверхъестественным, а вот для мальчика Даниила из Красноармейска довольно привычно иметь у себя дома так называемого посланника из Хогвартса. Порода ушастых сов хорошо известна многим любителям кинематографа, ведь лучший друг Гарри Поттера Хедвиг как раз относится к ушастым. Уже по названию можно догадаться, что самой главной и милой особенностью этого вида являются их необычные ушки. Эти большие пучки перьев сова может ловко прятать. На свободе они живут около 30 лет, а вот под наблюдением человека до 60. В этом сюжете мы расскажем вам интересную и по-настоящему добрую историю о том, как такая необычная птица появилась в семье Остряниных из Красноармейска. Мы ее когда нашли, была весна такая довольно ранняя, а как бы смотрим, люди стоят так толпой, смотрят, смотрят, заглядывают, что там. А мы поднимаем глаза и видим такой пушистый комочечек, маленький, пушистый, и он смотрит на всех своими яркими оранжевыми глазками и не понимает, почему люди вокруг него стоят, смотрят. Ну, как бы мы с мамой скоперировались, взяли его в руки, не побоялись, вот, и отнесли домой. Вот, а дома в интернете посмотрели, это ушастая сова оказалась. Выбор имени для любого питомца иногда занимает уйму времени. Хочется что-то оригинальное, необычное, но и в то же время простое и запоминающееся. Данил признается, над именем совы думали долго, так как девочка эта или мальчик до сих пор не знают. А как вы ее назвали? Капуша. А почему именно так? Понравилось. А кто выбирал имя, ты или мама? Мама. За те два года, которые Капуша обитает в семье, птица даже обрела себе друзей. В мини-вольере с ней живут попугайчик и хомяк. Казалось бы, как можно ужиться с такой далеко небезопасной птицей? Но Данька и его мама сумели приручить Капушу, и с ними она как шелковая. Живет попугайка, песчанки, кошка с шпохой. Как кошка с ней ладит. Ну, заходит и немножко пугается. Да? Да. А кто пугается больше, сова или кошка? Кошка. Однажды в гости к острянину пришел знакомый. Капуша сразу же привлекла его внимание. Но каким же было удивление у всех остальных, когда сова начала медленно поворачивать голову вслед за гостем. Оказалось, эта птица свободно крутит шею на 270 градусов. Кстати, еще одной особенностью сов является то, что они ухают по ночам. Мне стало интересно, каково это находиться в столь поздний час в одном помещении с такой птицей. Иногда она ухала вот там у нас в гостиной, я слышал и думал, кто это ухает. Перепугался, наверное? Я удивлен был. Мне не особо страшно, как она летает, но я не боюсь. Совы это все же хищники, поэтому содержать их в доме довольно тяжело. Да и прокормить не так уж и легко. Но семья остряниных уже и не представляет свою жизнь без этой озорницы. Неизвестно, чем бы мог закончиться путь Капуши, если бы все так и проходили мимо. К счастью, птице повезло встретить добрых людей и обрести уютный дом и заботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова